приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала в 30-х годах 20 века советских лагерях появилось такое явление как воры в законе основой их идеологии был так называемый воровской закон который кроме всего прочего запрещал вооружить в роскоши однако современные воры с советскими бессеребрениками имеют крайне мало общего интерьеры их жилищ поражают обывателя своим кричащим богатством а на территории этих дворцов кроме бань беседок и домов охраны и прислуги можно увидеть пруды с лебедями крытые спортивные бассейны и даже личные футбольные поля в этом видео и расскажу о пяти самых роскошных домах российских воров в законе 19 октября 2019 года управление росгвардии по красноярскому краю опубликовала видео с задержанием 54-летнего вора в законе константина найбауэра более известного как костяканский на оперативном видео запечатлена спецоперация ходе которой силовики ночью посреди леса достают законника из ямы под сосновым пнем где он после неудачной попытки побега прятался от сотрудников правопорядка в куче палок и веток после чего вора заводят в дом и усаживают кресло а чуть позже появился официальный комментарий смотрящего за красноярском вора в законе константина найбауэра он же костяканский задержали накануне сотрудники угро и собра сообщила гу мвд по красноярскому краю силовики провели спецоперацию в загородном коттедже костяканского куда они ворвались поздним вечером подозреваемый был задержан в рамках расследования уголовного дела по статье 211 ук рф занятия высшего положения в преступной иерархии максимальная санкция по которой лишение свободы на срок до 15 лет на следующий день в ю тубе было опубликовано более полное видео на котором силовики штурмуют загородный особняк осматривают строение на участке огороженным высоким кирпичным забором а после выводят мужчину на видео можно довольно подробно рассмотреть двор загородного имения а также некоторые элементы интерьера жилища вора главным строением комплекса является коттедж из сруба частично облицованной клинкерной плиткой кроме него на территории находится баня летняя беседка и другие хоз постройки коридоре можно обратить внимание на картины маслом на которых изображены хозяин жилища и его супруга на портрете костяканский изображен в традиционной рубашке нараспашку под которой можно заметить уголовную наколку в виде восьмиконечной звезды на его груди внушительная золотая цепь с крестом это не единственный момент во внутреннем убранстве коттеджа указывающий на религиозность его владельца на полу в гостиной можно заметить большую картину в мощной деревянной раме с серебряными элементами на которой изображено вознесение христа на телевизоре стоит несколько икон также на видео запечатлена просторная кухня на которой оперативников встречала супруга найбау расцветлана николаевна в настоящий момент костяканский все еще находится под следствием в сезон номер один красноярска 39-летний чеченский вор в законе акмет дамбаев более известный как акмет шалинский был осужден московским военным гарнизонным судом за разбой в июле 2011 года и приговорен к десяти годам лишения свободы дамбаев отбывал срок в колониях северной осетии оренбургской челябинской областей 9 октября 2019 года он вышел на свободу и вернулся в родной город шали административный центр шалинского района в чеченской республике в этот же день в сети появилось видео на котором ахмет на нескольких джипах приезжает во двор какого-то дома где его встречает крупная делегация родственников во главе с матерью вора а в 2020 году сми появились фотографии нового дома вора в законе настоящего дворца построенного на родине дамбаева в шали журналисты сообщали что сразу после освобождения вор организовал строительство дома в родном шали однако действие видеоролика на котором ахмеда встречают после освобождения происходит уже во дворе этого дома очевидно строительство началось еще до освобождения законника и после возвращения на волю он планировал сразу заселиться в новый дом однако судя по всему строители в срок не успели и часть работ продолжалась уже после освобождения законника на это указывает то, что на ранее упомянутом видео плитка уложена только на части территории двора. На остальной же его части все еще голая цементная стяжка. Также это можно понять по единственной доступной нам фотографии, сделанной внутри жилища, очевидно, в период проведения внутренних отделочных работ. На ней законник сидит на одном из элементов мебели дома, роскошном кресле, больше напоминающем трон, изголовье которого украшено восьмиконечной звездой. О внутреннем убранстве жилища вора в законе после завершения ремонта остается только догадываться. Дом окружен высоким забором, остальные ворота украшены художественной ковкой и восьмиконечными звездами. За забором находятся два трехэтажных здания. Одно из них – дом для охраны и прислуги с круговым обзором, по своему назначению напоминающий башню средневекового замка. Второй дом, побольше, предназначен для самого Ахмеда и членов его семьи. Бывший вор в законе Саша Север, по паспорту Александр Северов, до лишения воровского титула в 2014 году, был, пожалуй, самым известным вором в законе всего СНГ. Знаменит он стал не только потому, что Михаил Круг упомянул о нем в своей песне «Владимирский централ», но и потому, что Северов неоднократно приглашал к себе в дом журналистов, охотно рассказывая о своей жизни и хвастая обстановкой своего загородного дома. Имение Севера расположено в селе Кушалино, Рамешковского района Тверской области, в 35 километрах к северу от Твери, близ реки Кушалка. Население села всего около 1000 жителей. Особняк вора в законе окружен бетонным забором по периметру. На нем установлены вышки наблюдения, а рядом с воротами – вольер со сторожевыми псами. Во дворе дома припаркован известный многим тверчанам внедорожник Mercedes GL500 с номерами В333 ОР, о котором я уже рассказывал в ролике о автомобилях воров в законе. На территории имения находится сад с прудом, в котором плавают пластмассовые лебеди. По словам самого Севера, это напоминание о соликамской тюрьме «Белый лебедь», в которой он побывал дважды. У пруда расположена большая летняя беседка. По всему внутреннему двору установлено множество скульптур – каменные львы, пантеры и прочее. Венцом всего этого скульптурного комплекса является композиция у пруда, состоящая из нескольких скульптур, в числе которых огромная голова медузы горгоны и не менее впечатляющая статуя гарпии, сидящей верхом на волке. В прихожей дома расположен монитор системы видеонаблюдения. Внутри жилище Саши Севера скорее напоминает сувенирную лавку какой-нибудь старинной тюрьмы, куда водят туристов, чем обычный дом. Чего здесь только нет – шахматы из резного дерева, шахматы из хлеба, всевозможные подсвечники, изделия из хрусталя, сувенирные ножи, картины, невероятное количество самых разных икон и даже муляжная копия автомата Калашникова. Все изготовлено руками сидельцев. Кроме зэковских поделок, в коллекции музея имени Александра Северова имеется раритетное оружие, старинные сабли и российское имперское ружье. В гостиной с зеркальным потолком выстроен большой камин, а на стене висит портрет хозяина маслом, на котором он изображен в образе итальянского мафиози. В особняке Северова несколько спален, одну из которых с большой двуспальной кроватью с японским веером в изголовье занимает сам законник. В доме также имеется бильярдная, бар и большая баня. Как выразился сам Север, баня помывочная, как солдатская, на 20 человек. После смерти деда Хасана в 2013 году новым вором в законе номер один России стал Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой или Шакро Курд, который также, как и Хасан, был уроженцем Тбилиси и курдом-язидом по национальности. Однако уже через три года Шакро засветился в громком инциденте со стрельбой на Рожделской улице в центре Москвы, в результате чего 12 июля 2016 года Калашов был задержан у себя дома в элитном поселке Николина гора, одном из самых известных стародачных мест Подмосковья, расположенном на 22-м километре Рублево-Успенского шоссе. В советское время Николина гора называлась дачный кооператив РАНИС, работников науки и искусства. До Шакро Молодого там проживал Нобелевский лауреат Петр Капица, композитор Сергей Прокофьев, легендарный полярник Отто Шмидт и многие другие выдающиеся личности. А в настоящее время соседями Шакро являются семьи режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Через несколько дней после задержания Калашова на ютубе появилась видеозапись оперативной съемки этих событий, на которой была запечатлена выжигающая глаза роскошь интерьеров дворца Шакро Молодого. Элитный особняк, находящийся за высоким забором, охраняло несколько вооруженных людей. Уже снаружи было понятно, что человек, обитающий в этом доме, крайне богат. Но то, что правоохранители увидели внутри, поразило даже видавших виды силовиков. Практически все в доме Шакро было покрыто позолотой. Позолоченной резьбой была украшена вся мебель в жилище, камин и даже рояль. На стенах была позолоченная лепнина, а люстры и многочисленные канделябры, расставленные по гостиной, были полностью покрыты золотом. Особенно многих позабавил телевизор в позолоченной раме. Внутри все было заставлено роскошной посудой с татуэтками и иконами. Интерьер больше напоминал магазин подарков. В особняке также обнаружили богатейшую коллекцию вин, которая своими размерами походила на склад элитного виноводочного магазина. В ютубе видео вызвало огромный резонанс. Пользователи видеохостинга разразились язвительными комментариями. А что он ворует? Мебель, что ли? Сажать нужно было не только Шакро, но и дизайнера, который обставлял ему дом, писали впечатленные роликом граждане. А один из журналистов в своем обзоре жилища законника написал следующее. Внутреннее убранство дома вора в законе напоминает интерьеры дворцов французских королей в стиле барокко и рококо. Но вот только воссозданы они, как будто какой-то тетушкой-цыганкой, падкой на блестяшки и не знающий словоумеренность. Однако, как бы жилье Шакро не высмеивали в интернете, напомню, что особняк вора был оценен в 700 миллионов рублей, а чтобы его построить, пришлось купить три стоящих рядом друг с другом участка земли. Тем не менее, свой роскошный дом Шакро молодой увидит очень нескоро, а учитывая его возраст, 67 лет, вполне возможно, не увидит уже никогда. В марте 2018 года Калашов был приговорен за вымогательство к 9 годами-10 месяцам лишения свободы. В конце февраля 2019 года лидер преступного мира был этапирован отбывать срок в исправительную колонию строгого режима номер 2 в поселке Двубратский Краснодарского края. Спустя два года после задержания Шакро молодого в августе 2018 года воровским сообществом был выбран новый вор в законе номер 1 России. Им стал уроженец города Раменского Московской области Олег Шишканов, также известный как Олег Раменский или просто Шишкан. Человек крайне богатый и известный далеко за пределами криминальных кругов. Кроме того, что в 90-х Шишкана считали лидером Люберецкой ОПГ, он являлся владельцем футбольного клуба «Сатурн», был известным меценатом. С момента освобождения 28-летнего Шишкана в 1992 году и по настоящее время в оперативных сводках засветилось сразу три дома, в которых проживал законник. В 1999 году сотрудники РУБОП МВД РФ провели обыск в доме Шишкана в деревне Первомайка Раменского района Подмосковья. В ходе обыска были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег. Так, в картонной коробке с надписью «Банк города Бруклин» сыщики нашли миллион 200 тысяч долларов и 3 миллиона рублей. Однако самого Шишкана дома не оказалось. По данным оперативников, тогда он успел убежать в Испанию. В Россию из Испании Шишкан вернулся только спустя 10 лет, в 2009 году. После возвращения Шишкана на родину, в СМИ неоднократно упоминался еще один дом в Раменском районе. Вот цитата одного из изданий. Дом Шишканова тоже не самый скромный в Раменском районе Подмосковья. По данным Росреестра, земельный участок по адресу Фурманова 6, общей площадью 5 тысяч 527 квадратных метров, оценивается в 16,8 миллионов рублей. Правда, зарегистрирован он не на самого законника, а на Лилию Строкину, его гражданскую супругу. Шишканов был вновь задержан в июле 2019 года. Ему инкриминировался ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинения вреда здоровью, незаконное хранение, огнестрельного оружия и боеприпасов, организация участия в преступном сообществе, а также занятие высшего положения в преступной иерархии. Одним из наиболее громких преступлений, в совершении которых обвинялись Шишкан и его соучастники, является убийство генерального директора за оплем завод Раменская, депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. После этого задержания выяснилось, что последние несколько лет Шишкан проживал в огромном имении в деревне Поповка Раменского района Московской области. Размеры виллы просто поражали воображение. Закованными воротами трехметровой высоты скрывалась территория в несколько гектаров, собственный причал, выстриженные газоны, летний домик и беседка у воды. На территории комплекса находится несколько домов для охраны и прислуги, теннисный корт, крытый спортивный бассейн и даже личное футбольное поле. По размеру усадьба Шишкана в Поповке, как треть всего поселка, венцом этого дворцово-паркового комплекса является роскошный особняк самого законника, окна которого смотрят на водоем с одной стороны и рощу с другой. Несмотря на то, что сейчас Шишкан находится в матросской тишине, вокруг дома всегда полно охраны. На суде, где Олегу Шишканову избиралась мера пресечения, один из следователей заявил о бассейне, на дне которого из кафеля была выложена роза ветров, как доказательство того, что Шишкан придерживается блатных понятий. Однако сам Шишканов заявил, что дом он снимает и так было раньше. А чуть позже в сети появилась фотография того самого бассейна в доме вора в законе. Однако других фотографий из особняка следствие до сих пор не обнародовало. Это был канал Все о тюрьме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!